Исторически так повелось, что в странах, где леса не так велики и изобильны, быстрее учатся бережно и рационально их использовать. В маленькой Австрии давно поняли, что лучше использовать в производстве низкосортные леса, сохраняя наиболее ценные. При этом не должно оставаться никаких неиспользуемых отходов. К примеру, только одна австрийская компания обеспечивает практически все страны Центральной и Восточной Европы специальными установками по переработке и сжиганию древесных отходов при их стопроцентной экологической эффективности. В Европе это доходный бизнес. Их опыт очень важен для таких стран, как Бразилия или Россия, с большими лесными ресурсами. В России огромное количество леса. Его использовать очень рационально, не оставляя отходов. Мы обязаны сохранить лес, чтобы наши потомки тоже могли им пользоваться. В общем-то, это вполне практическая задача. Австрийские специалисты в области переработки древесины считают, что ее надо использовать по, возможно, большему кругу применения. Например, как добавки пищевой промышленности или косметической промышленности и многое другое. Как можно меньше направлять на сжигание, при том, что древесина – это возобновляемый вид топлива. Весь этот круг вопросов хорошо известен и активно прорабатывается в ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России. Увы, за минувшие десятилетия было немало потерь. Раньше лесозаготовка и деревопереработка давали 30% всех валютных поступлений в бюджет страны. В России сегодня мощнейшее в мире производство древесных плит и фанеры. Но эффективность и рентабельность всей отрасли заметно уступает европейскому уровню. Мы все время заходим в природные леса. Но ведь есть еще одна тема. Она совершенно под ногами. Надо, так как весь мир уже давно делает, использовать вторичный древесный ресурс. Скажите, когда мы достигнем этого уровня? Я могу вам сказать, я полагаю, что в ближайшие 5-6 лет мы вынуждены будем прийти к этому. Вынуждены, потому что у нас под ногами просто пропадает потрясающий природный ресурс. Для этого нужны люди со специальной подготовкой. Сегодня многие промышленники и предприниматели вновь приходят в аудитории факультета лесного хозяйства и лесопромышленных технологий. Научные наработки есть. Они открывают большие перспективы. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».